Администрация Ростова-на-Дону задумала страшную глупость, страшную, вредную просто построить вот с такими подъемниками для инвалидов новый подземный переход. Подземный переход расположенный в старом аэропорту. Вот посмотрите как бабушка вот так подымается, да? Вот зачем, скажите ей, ступеньки, вот чтобы так спускаться? Вот что, что такое? Почему нельзя было сделать пандус? Ну, этот подземный переход построили в 70-х, но новый подземный переход, почему мы должны строить по стандартам 70-х? Причем проектировщику дали в задании именно БК-320, вот такие именно подъемники. Посмотрите какие они. Они недоступные для маломобильных людей вообще. Как бы сайт производителя указывает, что инвалид может пользоваться самостоятельно, значит можно. Но, понимаете в чем дело? Для управления этим подъемником, чтобы его разложить, нужен пульт. Инвалид, если у него есть пульт, он может им пользоваться. То есть, если вы поставили такой подъемник в частном доме и дали инвалиду пульт, то инвалид может спокойно и раскладывать, и складывать с помощью пульта управления, подниматься, опускаться, заезжая там на кнопочку нажимая. В общем, все в порядке. Но если вы поставите в общественном месте такое устройство, а потом прочитаете инструкцию, то в инструкции по эксплуатации вы поймете, что его нельзя использовать иначе, кроме как вот так в сложенном виде. То есть, инвалид должен вызывать человека, который ему этот подъемник раскроет с помощью пульта и закроет с помощью пульта, когда инвалид им воспользуется. Что будет, если подъемником не будет управлять специально обученный человек? Что если вот подъемник просто вот в раскрытом виде поставить и включить, чтобы каждый мог найти, пойти, нажать кнопку и поехать вверх-вниз? Что будет? А будет то, что кроме инвалидов начнут пользоваться мамочки с колясками, начнут пользоваться вот люди просто вот пожилые, да, которые вот не сидячие в инвалидной коляске, а стоячие. Начнут пользоваться, в общем, все подряд. И это нарушение техники эксплуатации, потому что в технике эксплуатации, в инструкции прямо написано, что этот подъемник предназначен только для подъема инвалидов. Он не предназначен для подъема спуска грузов, он не предназначен для подъема спуска двоих людей, он не предназначен, чтобы стоя на нем ездили, понимаете? То есть на этой платформе могут перемещаться только инвалиды. И если вы поставите его для всех, будут пользоваться все, это будет грубое нарушение правил. Ну, вы понимаете, что может случиться, да, там особенно мамочки с колясками, там где-то что-то не удержало, не усмотрело, укатилось и упало, понимаете? Все может быть. Поэтому эта техника не предназначена для установки в новые подземные переходы. В новые подземные переходы подъемники БК-320 ставить нельзя, потому что это не частная территория, где у инвалида есть свой пульт. И никто другой не пользуется. Либо этим будут пользоваться все, и это будет нарушение, либо этим будет пользоваться, ну, только специально обученный человек будет вызываться, и тогда это будет нарушение закона о защите прав инвалидов. Когда написали депутаты еще в 2016 году, что инвалид должен перемещаться без посторонней помощи при новом строительстве, понимаете? А как здесь происходит? Вот смотрите. Вот есть телефон обслуживающей организации. Тут все понятно. Вот есть телефон вызова оператора. То есть говорят, позвони нам за 30 минут, чтобы оператор тебя точно ждал. И вот есть кнопка вызова оператора. То есть мы можем позвонить человеку, который, ну, наверное, в этом переходе находится. Мы с инвалидом Лосевым здесь были, снимали видео, как этот подъемник работает. Вот. И понимаете, в чем дело? Вот по этому телефону мне и объяснили, мне сказали, что да, это нарушение техники эксплуатации. В том случае, правил эксплуатации, именно техники безопасности, если мы возьмем и откроем этот лифт для всех. Ну и к тому же он будет занимать кучу места в подземном переходе. Об него здоровые люди будут спотыкаться. Это во-первых. Во-вторых, этот лифт будут вандалить. А в-третьих, конечно, будут использовать его неправильно. То есть с нарушением техники безопасности. И поэтому он всегда в свернутом виде. Это тоже написано в инструкции. Лифт должен стоять в свернутом положении. Ну и еще хочу просто обратить внимание, даже если вы этот подъемник просто так поставили, вы посмотрите, он еще и здесь занимает место, поперек прохода. То есть люди все равно его обходят. Ну, такую дрянь сделали, если честно. Вот. А по-другому никак. Да, он может загибаться. То есть он может ходить и по... Как сказать? Он может заворачивать, но видите, тут дверь в помещение. То есть сюда нельзя было сделать. Получается, что только так. Только единственным способом можно установить лифт, который будет везде мешать, который не будет работать без посторонней помощи. И инвалид-колясочник должен за полчаса звонить и вызывать. Именно такое хотят сделать в нашем подземном переходе на бульваре авиаторов в старом аэропорту. Сделали госзакупку, разместили и еще это выставили на задание. Абсолютно незаконное решение. Там еще они, кроме того, что подземный переход, которого нет в генплане, придумали делать, так они еще придумали делать улицу магистрального значения район... О! Магистральную улицу районного значения вместо просто улицы местного значения в нарушении генплана. То есть тот, кто писал это задание и начальник его водопьянов, они просто, наверное, не очень хорошо соображают, что они пишут в техническом задании. И ладно бы, если это был предпроект. Предпроект, по которому ничего не делают, который просто оценивает адекватность их идей. Нет, это самый настоящий проект улицы, по которому будут строить улицу с подземным переходом и с четырьмя вот такими подъемниками. Ну, я уже молчу про то, что они ржавые, про то, что губернатор хотел сделать образцовый район, он об этом много раз говорил. А вот исполнители наши, ну, естественно, ростовские городские власти, тем более департамент дорог, который давно пора расформировать, вот они вот такое вот делают. И они такое будут делать, потому что их вот так вот учили, и они вот так вот только и умеют. А по-нормальному сделать пандусы, как в других городах в подземном переходе, они не догадались заказать. Пандусы у нас сделаны на стадионе Ростов-Арена в подземном переходе, пандусы сделаны в Нижнем Новгороде на площади Лядова, а пандусы сделаны в Москве на огромном количестве подземных переходов. То есть, как бы нужно просто сделать длиннее выход и сделать его змейкой, и тогда получается, что это пандус, длинный пандус. Ну, как бы это не ступеньки, да, а рядом делают ступеньки. И все, то есть, ничего особенного нет сделать подземный переход без таких устройств. Ну, наши власти, наша администрация, я не знаю, чего они хотят. Либо они хотят там, чтобы производитель этих подъемников зарабатывал, либо они хотят выделять больше денег на то, чтобы специальный человек сидел круглосуточно в подземном переходе и ждал, когда придет инвалид. Я не знаю, что они хотят добиться вот этой вот... Просто вот люди просто не знают, куда потратить деньги. Вот я так считаю.